Всем привет! Я хочу сегодня сделать визуальный обзор. Визуальный обзор, это означает, что я не буду много говорить. Я просто во всех подробностях покажу вам три ножа. Я уже делал обзор и по утилитак 1, и по утилитак 2. По крысе же вы можете найти очень много информации, очень много обзоров на всех языках мира, где она продается. Поэтому на ней я не буду подробно останавливаться. А вот ее братья из компании Онтарио, думаю, будут вам интересны, а в сравнении именно с ней. То есть по размеру, по деталям, еще по каким-то нюансам. Итак, приступим. Помните, говорил вам, что хотя крыса длиннее, утилитак 2, мне кажется, больше подсознательно. Вот, не знаю, вам заметно или нет, но он действительно такой мощненький. Утилитак поставляется с тем лечком в комплекте. Сейчас мы сравним рук эти накаточки. Так, ну насечка здесь мы уже смотрели. Здесь она, конечно, не такая мощная. А дизайн просто так сделал, интересно, в угоду самому дизайну. А здесь уже все продумано. Здесь все продумано. Так, а вот в сравнении с крысой. Вот структура насечек у утилитака, она какая-то более грубая. По крысе можно уже так вводить пальцем легко. А здесь, видите, у меня даже палец плохо двигается. Дрожит слегка. Не знаю, заметно или нет. Винты здесь одинаковые, но на крысе их больше. Смотрите, сколько. Утыкан винтами, как броненосец. Крепление клипса. Посмотрите, как здесь крепится. Вот здесь вот у хвоста ножа вот. Заметьте, здесь она крепится гораздо глубже. А это очень хорошо для скрытого ношения. И отверстие для темляка здесь вынесено тоже максимально. Мне это тоже нравится. Обработка краев у утилитака чересчур резкая. Это нехорошо. Я думаю, при желании можно обработать самому напильником, но об этом могли позаботиться и тайваньцы. В принципе. Клипсы абсолютно идентичные. Все-таки ножи одной фирмы. Здесь просто нет символа Ренделла. Упор под большой палец. Здесь такой мощный гребень. С переходом на клинок. Обработано все очень хорошо, качественно. Здесь нету небольшая насечка, которая может быть недостаточна для некоторых. По хватам. Хват. Здесь фехтовальный хват явно лучше. Но. Но. Этот более универсальный. Его в руке как-то приятно держать. Для каких-то работ. По дереву даже может быть. Обратным хватом он тоже, в принципе, лежит нормально. Стали. Аус-8 на крысе и Аус-8А на утилитаке. Утилитак-1. Сталь 440. Шайба. Крыса-бронза. Утилитак-фторопласт. Утилитак-2 тоже бронза. Вот так более хорошо видно насечку. Вот. Мне наконец удалось показать ее. На руку эти у утилитака есть также радиальные полосы, о которых я говорил. Довольно-таки удобно. Особенно когда в перчатках ничего не скользит. Так. Что касается для левшей. Для левшей крыса удобнее. Утилитак-1 тоже нормально. Вырез есть. Чоэл. Утилитак-2. Ну тут, думаю, левшам придется помучиться, потому что никакого выреза здесь нету. Как есть, так и есть. Строго подправшу нож рассчитан. Обратим внимание на стопор замка. У крысы он просто с несколькими насечками. Здесь сделаны такие канавки. Их много. Можно просто нажать. Удобно. У крысы приходится еще ногтем немножко нажимать. Не совсем комфортно, конечно. В принципе, привыкаешь. Вот здесь посмотрите, шпеньки как расположены. Шпеньки. Мне у крысы не всегда комфортно иногда открывать нож. А здесь можно просто нажать, и он сразу выскакивает. Тут слегка надо палиться, он слишком близко шпенек к углублению находится. Это не всегда мне удобно бывает. Надо просто подольше его поносить. У меня много ножей, я его не всегда ношу. Так, что еще? Какие еще нюансы есть? Крыса открытая. Утилитак-2 полузакрытый. Вот этот закрытый полностью, у утилитак-1. У утилитака-1 клипса неудобная, очень большая. Больше, чем у крысы. Это маразм, это глупо. Так. Но у утилитака-1, у него очень удобный гребень. Вот здесь упор хороший. У крысы он маленький, довольно-таки грубовато сделан. В смысле, не грубовато, а насечки крупные. Здесь они сделаны более округлые, мягко. В принципе, нормально, да. Так. Что можно еще рассказать? Внутри никаких вырезов нету. Все ровно, монолитно. Здесь аналогично. Здесь я ничего не вижу. Попробуем рассмотреть. Так, я рассмотрел подсолнечным светом. Тут тоже вырезов никаких нету. Конструкция монолитная. Клипсы четырехпозиционные, четырехпозиционные, однопозиционные в одном этом положении. Покрытие краска, краска и DP-котинг. Хотя здесь может быть тоже и DP-котинг. Информации пока нету. Ничего не могу сказать. Этот поставляется с темлячком. Здесь отверстия под темляк нету. Здесь есть отверстия. То есть проблем никаких нет. По длине клинка. Сейчас мы их выложим. Все понятно, да? Все понятно. Руковидь, вот смотрите. Так. По толщине сейчас посмотрим. Вот так вот. Надеюсь, все понятно. Также я хочу вам показать. Эта крыса черная с черным покрытием. Если хотите знать, как выглядит крыса без покрытия, из комбо-заточка, вот она выглядит так. В принципе, если берете нож для выживания, для города, для походов, для дикой местности, конечно, надо брать без покрытия. Потому что эта краска, она со временем все равно обдерется. Если носите, как городской нож, любите черный цвет, чтобы не блестело, где не надо, то, если вы аккуратны, не ковыряете ножом в каких-то непонятных местах грубых, то достаточно и такого варианта. И многие его, кстати, когда он со временем изнашивается, его многие просто тупо снимают покрытие, и получается, клинок как будто без покрытия, ну и без логотипов, конечно. Вот и все. Надеюсь, видео было полезно для вас, вы что-то узнали для себя. Спасибо за внимание. Счастливо!